МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня у нас 506-й выпуск открытой политики и обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мы уже начинаем привыкать к тому, что если дорогой Радий Фаритович в минувшую пятницу или четверг выезжает в командировку в Москву или Санкт-Петербург, то в понедельник он уже не может присутствовать на рабочем месте. Это входит в привычку. В принципе, ну, как говорится, тяжела шапка Мономаха. Дни и рабочее время у Радий Фаритовича не нормированы, так что ничего страшного. В этот раз обошлись без главы Республики, председательствовали в совещании Андрей Назаров и Константин Борисович Толкачев. Как говорится, поехали без главного. Во вступительном слове Андрей Назаров рассказал о визите правительственной делегации Республики Башкортостан на Донбасс в начале предыдущей недели. Он сообщил, что в планах Республики Башкортостан на 2023 год восстановление из руин в Луганской Народной Республике 50 многоквартирных домов, трех школ и двух детских садов. Премьер-министр посетовал, что увиденное поразило его до глубины души, что в школах нет туалетов и воды, и вообще школы в Луганской Народной Республике не ремонтировались укронацистами уже 50 лет, то есть примерно с 1973 года. Поразило меня, конечно, в очередной раз, что ладно, последние 8-10 лет там никто ничего не делал. Понятно, сложная обстановка, там, ну, как бы блокада была этой территории. Но, по сути, все социальные объекты, в том числе школы, детские сады, не ремонтировались примерно 50-60 лет. Воды нет в школах. Дети ходят в туалет с собой, из ковшика в воду и поливают. Центральной темой оперативного совещания стал отчет об участии делегации Республики Башкортостан на Петербургском экономическом форуме, ну, соответственно, в Петербурге. И Назаров представил это событие как лучшее мероприятие за последние годы. И, в общем-то, подняться на четвертую строчку, которую все-таки мы сумели, это, в общем, наша общая заслуга. Хотелось отметить, что, помните, если мы пять лет назад, мы были на шестнадцатом месте, потом мы были на девятом, два года мы держались на пятом месте, в этом году, по итогам прошлого года, четвертое место. Четвертое место Республики Башкортостан в рейтинге Агентства стратегических инициатив по инвестиционной привлекательности Назаров назвал большим достижением. Впрочем, сказал, что нужно стремиться стать третьими, вторыми или даже первыми. Хотя тут были довольно сложные оговорки, что эталонное место Москвы и Татарстана занять будет весьма сложно. Но, тем не менее, Андрей Геннадьевич был очень доволен. А вот реакцию посетителей стенда Башкортостана на Петербургском экономическом форуме Назаров охарактеризовал как восторженную. Самое главное – это контент, с которым мы приехали на Петербургский форум. Он, ну так я бы выразился, он поразил, конечно, участников, потому что все привыкли, что Башкортостан – это все-таки больше нефть, все-таки Башкортостан – это больше мед, Башкортостан – это больше, ну, какие-то там машиностроительные, да, сельское хозяйство. Но никто не ожидал нас увидеть со стороны, что мы киберфизическую платформу презентуем первую в стране. Вот, никто не ожидал, что у нас так много наработок по беспилотникам, и больше десяти моделей мы выводим в промышленное производство. Детально об участии республики в экономическом форуме в Петербурге было поручено описать и доложить вице-премьеру Муратову, который курирует все эти вопросы. Рустам Хамитович с удовольствием доложил детально о том, что же там происходило и как все это было. Вице-премьер Муратов сообщил о том, что площадь стенда республики Башкортостан на этот раз на форуме составила 400 квадратных метров, и он был одним из самых крупных региональных стендов. Стенд включал в себя сегменты, посвященные беспилотной авиации, образовательной киберфизической платформе Берлога, что бы это ни значило. И, конечно же, главное достижение Хабировского Башкортостана на стенде был тщательно детализированный макет Советской площади и памятника Шеймуратову. Оформлении площадки переговоров с официальными лицами и инвесторами установлена детализированная копия памятника генералу Менигалише и Муратову. Сами понимаете, как главнейшее экономическое достижение и вообще достижение региона. Ну, конечно же, был традиционный ресторан, интегрированный прямо в стенд. По словам Муратова, он пропустил через себя за дни этого форума примерно полторы тысячи человек. Итогом участия Республики в этом Петербургском экономическом форуме стали 27 соглашений с бизнесом о прямых инвестициях. По словам вице-премьера, общая сумма этих намерений составила примерно 100 миллиардов рублей. Крупнейшее соглашение было заключено с публичной правовой компанией по формированию комплексной системы обращения твердобытовых отходов российский экологический оператор. Сумма этого соглашения 11 миллиардов рублей. Также было заключено соглашение о намерениях с сельхозхолдингом экокультуры на 10 миллиардов рублей и так далее, и так далее, и так далее. Примечательно, что все эти соглашения носят характер соглашений о намерениях. То есть это все еще не обязательства, а только предположительные желания, наметки и так далее, и так далее. Тем не менее, Андрей Назаров, подытоживая доклад Муратова, передал горячую благодарность дорогого Радия Хабирова всем, кто принял участие в подготовке мероприятия республики на Петербургском экономическом форуме. Слово благодарности от Радия Хабировича просил передать и от меня лично, и от всех нас за хорошо подготовленную, продуманную программу участия и в целом позиционирование Башкортостана на форуме в Санкт-Петербурге. Назаров назвал некоторые направления развития республики прорывными и сделал акцент на трех точках, которые будут, видимо, главными теперь в развитии республики. Это кампус вузов, это железнодорожная ветка и беспилотная авиация. Ну вот по этим трем направлениям мы, видимо, дальше в ближайшие годы и пойдем. Андрей Назаров вернул в эфир оперативного совещания уже подзабытую всеми про Чаковскую и поинтересовался, что же там все-таки волнует жители республики Башкортостан в соцсетях. Что у нас в соцсетях, что волнует наших жителей, Леонид Анатольевна? Елена Анатольевна заверила, что в первую очередь жители региона волнуют и интересуют события на Петербургском экономическом форуме. Жители республики Башкортостан, ну, не скажу, что волнуют, а, ну, наверное, да, волнуют и интересуют и события Петербургского международного экономического форума, потому что по этой теме тоже было много обращений. Впрочем, про Чаковскую признала, что немного, совсем чуть-чуть. Жители, конечно, волнуют и другие проблемы, например, благоустройство, состояние дорог, стоимость и качество коммунальных услуг, горы, мусор, отвратительный транспорт, недоступность медицин, но очевидно, абсолютно очевидно, что главный все-таки интерес башкортостанцев прикован к Петербургскому экономическому форуму. Ну, хотите, верьте, хотите, нет, но это было заявлено госпожой Прочаковской. Кроме всего прочего, Елена Анатольевна отметила возросшее количество жалоб на оператора по вывозу мусора Дюртюли Мелеводстрой. В ТКО у нас остаются две зоны. Это зона компании Дюртюли Мелеводстрой, она на первом месте. Назаров в ответ на это отметил, что Дюртюли Мелеводстрой работает плохо, и правительство республики Башкортостан не будет на это смотреть сквозь пальцы, а будет вести с ними работу и переговоры. К сожалению, Дюртюли Мелеводстрой, в общем-то, работает плохо, поэтому будем с ними вести переговоры, да, так, я уже сказал, так мы не оставим, чтобы они работали плохо, а мы на это сквозь пальцы смотрели. Ну, от себя лично отмечу, что формулировки Назарова по этому вопросу кардинально отличаются от истерик, которые закатывает обычно на тему Дюртюли Мелеводстрой, дорогой Ради Фаритович. Ну, мы помним, что несколько раз этот вопрос поднимался, Хабиров стучал кулаком и каблуками, требовал прекратить, прижать, дожать и прочее, прочее. Масса претензий, оказывается, есть и к муп спецавтохозяйства, крупнейшему мусорному оператору вокруг Уфы и в Уфе. Есть вопросы и по зонам, которые находятся в зоне ответственности компании спецавтохозяйства САХ. Тоже есть вопросы, особенно касается это близлежащих к Уфе районам, где выходные, планово, миграция, люди выезжают в сады, и там неучтенный, скажем так, мусор, который не по прописке жители выносят, естественно, а там, где они находятся. Назаров отметил, что спецавтохозяйство должно быть образцовым и требования к нему должны быть повышенными. Ну, вот хотя бы так. Обсудили проблему перекрытия города к форуму Россия-Беларусь. Жалоб на блокировку дорог в центре города безумное количество. Ну, в том числе и нам тоже стали присылать уже на эту тему возмущенные сообщения. Назаров распорядился минимизировать дискомфорт для горожан, и, как он выразился, они имеют право передвигаться. Ну, хотя бы нам такое право оставили, и на этом спасибо. Там около Башдрам-театра уже сцена стоит, Андрей Геннадьевич. Плюс время, да. Ну, в общем, возможно, вы правы. Я к тому, что просто жители наши, они же имеют все права на то, чтобы комфортно передвигаться в эти дни. Вот, и на это, ну, это понимание, конечно, есть у нас естественно. Просто я к тому, что надо на это обратить внимание. Вот смотрите, это еще ничего не было, да, уже жители, вот я смотрю, там, недовольство выходные. А сейчас появится этот форум, и он, по сути, ну, три-четыре дня дополнительной нагрузки на город возникнет. Три-четыре дня. Ну, я имею в виду, когда гости будут, три-четыре дня. А мы же готовимся еще, да, вот эту проблему уже сейчас возникло. Сегодня люди по полтора часа ехали из-за города-то в Уфу. Для того, чтобы развести потоки и напряжение в центре города во время форума «Россия-Белоруссия», который у нас случится вот-вот скоро, приняли довольно-таки неожиданное решение. Суббота, 24 июня, будет рабочим днем для муниципальных и бюджетных служащих, а 27 июня сделают выходным, присоединив его к Урбан-Байраму, который случится у нас 28 июня. Для этого мы приняли решение, что в субботу будет рабочий день, 24, а 27 во вторник будет выходной день. Ну, это в первую очередь коснется госслужащих и муниципальных служащих, а частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям будет рекомендована вот такая рокировка между рабочими и выходными днями. Ну, посмотрим, насколько это действительно повлияет на загруженность центра Уфы. Бегло обсудили ситуацию в ЖКХ на дорогах. Голованова Ирина Александровна, как обычно, сообщила нам, что все безупречно. Вообще в ЖКХ все безупречно. Единственное, там какое-то было незначительное отключение коммунальных услуг, но на это можно не обращать внимания. Но главное достижение Ирины Александровны – это то, что город Уфа доведен до идеала, чистота абсолютная, и отдельное спасибо за этого мэру Уфы Ратмиру Мавлееву, и, как говорится, и точка. Доклад Александра Владимировича Клебанова был менее мажорным. За минувшую неделю случилось 66 ДТП, пострадало 70 человек и погибло 9. Количество ДТП в этом году уже превысило количество ДТП за аналогичный период в прошлом году, причем существенно на 114. Также больше пострадавших на 6. Единственное, что удается пока удержать Клебанову – это показатели погибших. В этом году их на 9 человек меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также растет количество задержанных водителей в нетрезвом состоянии. Назаров обратил внимание на вот этот вот дисбаланс в цифрах и спросил, почему идет такой серьезный рост ДТП. Клебанов ответил абсолютно невнятно, сообщил, что причины аварии остаются традиционными. Ну и Назаров в ответ потребовал проанализировать ситуацию и найти все-таки какой-нибудь внятный ответ. Далее обсудили очень важный вопрос, который, по сути, был провалом Министерства транспорта и дорожного строительства. Вопрос о ходе выполнения работ по ямочному ремонту в Республике Башкортостан и нанесению дорожной разметки. Естественно, его делал Клебанов Александр Владимирович, который сообщил нам, что под его чутким руководством было выявлено свыше 89 тысяч дефектов на дорогах, из которых на данный момент устранено 80 процентов. 71 тысяча. 19 июня проинспектировано 18 тысяч 15 километров автодорог регионального межмуниципального местного значения с асфальтобетонным покрытием. Проинспектировано на протяженности зафиксировано 89 тысяч 10 дефектов, из которых 71 тысяч 110 дефектов устранены. Напомню, что по планам завершить ямочный ремонт должны были к 15 июня. Соответственно, уже мы отмечаем то, что план не выполнен. Однако Клебанов начал оправдываться и предупредил, что дефекты образуются на дорогах безостановочно круглый год. И, видимо, следуя его логике, их устранение получается невозможным. То есть они все время появляются. Любую яму, кстати говоря, теперь можно объявить внезапно появившейся буквально вчера. В результате, следуя логике господина Клебанова, каковыми ни были бы усилия дорожников, отремонтировать дороги окончательно становится невозможно. Ну, ловко придумано, ничего не скажешь. Отдаю должное господину Клебанову. Если он не смог отремонтировать дороги, он хотя бы смог придумать, как это объяснить. Кстати говоря, Клебанов проговорился, что 10%, а это тысячи километров автодорог местного значения в Республике Башкортостан вовсе даже не были обследованы и проинспектированы. Хуже всего дело обстоит с этим в Бураевском и Аургазинских районах. Также Клебанов признал, что устранение дефектов, обнаруженных до 15 мая, должно было случиться к 15 июня, но не случилось. Ну, как говорится, покаянную голову меч не сечет, потому, собственно, реакция не была на это какой-то гневной, да, и ради Фаритовича в зале не присутствовала. Говоря о разметке, Клебанов сообщил, что заключен госконтракт на нанесение разметки в следующих пропорциях. Вот 1114 километров дорог – это термопластик, 7% от общего объема, 14653 километра – это дороги будут размечены краской. При этом отмечаем, что используется только одна единственная установка для нанесения термопластика разметки на всю Республику Башкортостан. Одна единственная установка. И только 14 установок с краской. То есть, понимаете, всего 15 вот этих вот машин ездят по Республике Башкортостан, раскрашивая дороги белыми полосочками. И это на все 15700 километров. Ну, вообще, поразительное количество. На данный момент, по утверждению Клебанова, краской выполнено 41% работ. И работы начались 2 мая. Завершить он их планирует 30 июня. Термопластик нанесут к 31 июля. Клебанов уверяет, что в Уфе 90% дорог уже размечены на данный момент. Ну, слушая Александра Владимировича, можно было, конечно, заснуть. Так все это было гладко и монотонно им преподнесено. Но если прислушиваться к цифрам, то выявляются забавные детали. Вот, например, за 48 дней напряженной работы со 2 мая по 19 июня нанесли 41% разметки краской. При этом Клебанов уверяет, что за оставшиеся 11 дней, с 19 июня по 30 июня, он нанесет еще 59%. У него всего 15 этих установок. Как это случится, совершенно непонятно. Ну, Назаров, впрочем, не стал придираться. Махнул шашкой и дал поручение к 30 июня отчитаться о полном завершении ямочного ремонта и нанесении разметки на дороге. Ну, мы же понимаем, что Клебанов это физически не может сделать. Так что, ну, готовьтесь к тому, что будут найдены какие-то новые оправдания, новые объяснения. Либо будет просто заявлено, все работы выполнены, деньги освоены, и все, как говорится, булдым. Завершили оперативное совещание докладом о программе 10-го форума «Россия-Беларусь» в Уфе. Ну, собственно, жители уже заметили, что к чему-то Уфа готовится страшному в ближайшее время, судя по перекрытию дорог и страшным забором в центре Уфы. В общем, с 24 по 28 июня пройдет этот форум в республике Башкортостан. Доклад о том, что там случится, сделала Болочева Маргарита Дмитриевна и сообщила нам о том, что в Уфу приедет 3000 гостей. Будут и очень высокие гости. Представители руководства парламентов Российской Федерации и Республики Беларусь, соответственно, Валентина Ивановна Матвиенко и Валентина Каганова, она возглавляет парламент Республики Беларусь. Будет первый заместитель, премьер-министр Республики Беларусь, будет посол Беларуси в Российской Федерации и 10 министров белорусского правительства. С российской стороны будет вице-премьер правительства Российской Федерации, 3 министра Российской Федерации, Министерство культуры, Министерство образования и Федеральные службы по интеллектуальной собственности. Ну и еще куча всяких губернаторов. 25 губернаторов изъявили свое желание прибыть в Республику Башкортостан. В том числе, о чудо, даже Миниханов приедет. Ну и со стороны Беларуси будет 7 губернаторов. По словам Маргариты Болчевой, подготовлено 100 соглашений между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь. Из них 25 – это соглашения между Республикой Башкортостан и Беларусью. Маргарита Болчева заверила всех, что в ходе проведения этого форума будут применены все ранее известные и освоенные способы гостеприимства. Концерты, выставки, конные соревнования, футбол, чак-чак, юрты, пчелы, курай и даже настольный теннис. В общем, изо всех сил будем развлекать вот эти 3000 прибывших гостей. Путин и Лукашенко на этот форум, естественно, по известным причинам не прибудут, но обещали связаться по видеосвязи. Видимо, в утешение, что не будет Путина, в Уфу приедет Лариса Долина и зачем-то Дмитрий Харатьян. Ну, в общем, вот такой вот сумбурный праздник. Одно утешение, что пройдет он кратко, по сути, всего три дня, так что, ну, перетерпеть эти три дня придется жителям Уфы. Будут совершенно адские пробки в центре, объезжайте центр и постарайтесь вообще уехать из города на это время. Вот вам мой совет. Выслушав доклад Маргариты Болочевой, Андрей Назаров остался доволен. Впрочем, сделал одно важное замечание. Он отметил, что мэр Уфы и вообще мэрия Уфы недостаточно вовлечены в подготовку форума «Россия-Беларусь». Я просто на некоторых совещаниях вижу иногда Уфа как бы так вроде и да, но и вроде не в полной мере. Ну, наверное, это зависит в том числе от вовлеченности первого лица муниципалитетов, в частности мэра столицы. Поэтому, разумеется, вот, ну, все не надо, наверное, дела отложить, да, но все возможное время, которое можете высвободить, надо его сейчас направить на подготовку и проведение этого мероприятия. И строго повелел Ратмиру Мавлееву вовлечься в это дело посерьезнее. Ну, что-то там идет, видимо, не так. Мавлеев, видимо, забил на это мероприятие или не счел его достаточно значимым для собственной важной персоны. Редактор субтитров А.Семкин